Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы попробуем завершить серию роликов о вертушке Фейнмана. Андрей снял уже целых три ролика с экспериментами и частичными объяснениями. А сегодня мы попробуем поставить все точки над ее и завершить эту серию. Итак, почему же вертушка Фейнмана при всасывании всегда вращается соплами вперед? Какие силы обеспечивают это вращение? Ну ясно, что воздух, который находится внутри, давит на стенки банки перпендикулярно этим стенкам. Эти силы направлены по радиусу и они банку раскручивать не могут. Ну значит банку раскручивают силы, которые действуют на трубке. Здесь надо вспомнить, что когда воздух втекает в отверстие при всасывании, то очень быстро давление падает ниже атмосферного и можно считать, что внутри трубки давление уже меньше атмосферного и практически совпадает с тем давлением, которое получается внутри банки. Ну и тогда у нас есть два небольших участка, вот эти, которые отмечены оранжевым цветом, которых внутри давление меньше атмосферного, а снаружи по-прежнему атмосферное. Ну и значит на эти участки действуют силы, которые и раскручивают банку в этом направлении, соплами вперед. Что же получается, когда в банку мы кладем металлическую вату? Струи, втекающие в отверстия, при этом рассеиваются в вате, как бы поглощаются ими, но это все равно, что если бы мы поставили на пути этих струй такие стенки, прикрепленные к самой банке. Ну и при этом у нас получается, что струи напирают на эти стенки и возникают, в свою очередь, пара сил давления, которая стремится вращать банку в противоположном направлении. Ну и поэтому банка в результате остается на месте и не вращается. И здесь внимательные зрители могут задать нам вопрос, ну а что будет, если банка у нас будет не круглая, а прямоугольная? Ведь в этом случае никаких участков с не скомпенсированным давлением на трубках не будет. И значит не будет сил действующих на трубки, которые будут раскручивать всю банку. Но если мы внимательно посмотрим, то в этом случае мы найдем такие участки уже внутри банки, как раз напротив отверстий трубок. Здесь у нас внутри банки давление меньше атмосферного, снаружи больше атмосферного, значит на вот эти участки будут действовать силы, пара сил, которая как раз и будет раскручивать банку по часовой стрелке. А воздух в банке при этом будет закручиваться против часовой стрелки и уходить в центральное отверстие. И вот мы объяснили, почему вращается вертушка с круглой банкой и даже с прямоугольной. И нашли и в том и в другом случае те участки, где возникают силы не скомпенсированного давления. Но что же делать в общем случае? Для банки какой-нибудь другой формы? Что же каждый раз так и делать? Ну конечно же нас в этом месте выручает закон сохранения момента импульса, который позволяет нам не вдаваться в детали силового взаимодействия. И этот закон говорит нам, что банка всегда будет вращаться в сторону, противоположную вращению воздушного потока внутри нее. Но может быть нам удастся все-таки описать всю эту ситуацию из точки зрения сил в общем виде. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok